К нам подключается Владимир Васильевич Крикунов, главный тренер Московского «Динамо». Вы нас слышите, Владимир Васильевич? Да, очень хорошо. С победой вас поздравляем. И для начала оценку матча, пожалуйста. Ну, я скажу, что мы старались сыграть строго и не удаляться. В принципе, для нас это очень мало удалений, как бы мы сегодня сделали сами. Сыграли неплохо в обороне, ловили противника на контратаках. Во втором периоде нам не удалось использовать вот эти контратаки, которые были. А в третьем мы уже при счете 1-0 в нашу пользу забили еще эти контратаки. И так вот и выиграли этот матч. Спасибо за комментарий, Владимир Васильевич. Коллеги, вопросы задаем, не забываем представляться. Добрый вечер. Замат Шулуков, Медиа Корсеть. Сегодня у «Динамо» два выхода, два в одного, два гола. Вы собирались сделать акцент на такие вот контратаки или это были такие ситуационные моменты? Ну, я думаю, что это как бы, ну, любая команда тренирует этот момент, да. 2-1 все делают, но просто так получилось тут сегодня, да. Это как бы мы это тренируем, в принципе, практически каждый день, да. И, как видите, мы только с пятой атаки забили гом. Пять атак перед этим мы не забили. Пять раз было 2-1, мы не забили, а потом при пятой атаке забили, наконец. Оцените, Пиэра Свенсена после перехода в «Динамо», как, на ваш взгляд, он справляется сейчас в коллективе? Насколько акклиматизировал? Он в коллектив очень хорошо вошел, ребята к нему хорошо встретили его, да. Он такой командный игрок, да, ну и вроде бы этой тройке стало полегче играть. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Владимир Васильевич, ну вы «Динамо» подписала Гарипова, сейчас команда находится в поездке. Вообще присоединится ли он к команде в поездке? Есть ли вероятность, что он сыграет в ближайших матчах? Ну, по крайней мере, поездка у нас закончилась, знаете. Он присоединится к команде в Москве, но в Минск он не выезжает, поскольку там документы на выезд за границу оформляются заранее, да. Он будет сейчас тренироваться с командой, работать, но поедет уже в Магнитогорск напрямую. Мы летим в Минск, потом в Магнитогорск, он там присоединится уже к команде. Спасибо. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Вот вопрос к продолжению по Яреве. Сказали, что тройке стало полегче играть, где он выходит, но сегодня почти 20 минут, ноль по всем показателям, то есть ноль бросков, ноль передачных силовых приемов, ноль заблокированных бросков. Точно довольны его игрой на старте в Динамо? Спасибо. Да, пожалуйста. Ну, я вам уже сказал, что они немножко начали... Ну, какое-то время потребуется для того, чтобы они, наверное, сыгрались и атаковали ворота. Там есть вопросы чисто тактического такого плана. У нас есть вопросы с счета, коллеги? Пожалуйста. Да, Владимир Васильевич, вот вы взяли тайм-аут за 3 минуты до конца матча. Это нечасто происходит при счете 3-0. Вы хотели, чтобы команда дала возможность сыграть Ирёменко на ноль? Для этого был тайм-аут? Нет, нет, нет. Там ребята играли, находились на льду уже довольно долго, да, чтобы немножко они передохнули. Ну, все равно несколько слов по Игре Ирёменко, потому что нечасто 40-летний вратарь играет на ноль. Считалось, что обмен Гарипова как-то мобилизует Бочарова, но получается, что его это мобилизовало? Возможно. Возможно. Это ему помогло. Но, в принципе, это... Вы знаете, Ирёменко – это мастер, да? Ирёменко – это Ирёменко. Спасибо, Владимир Васильевич. Еще раз победой вас. Удачи. Спасибо вам. До свидания. С нами на связи главный тренер Салават Юлаева Томми Ламса. Томми, вы нас слышите. И, если можно, для начала оценку матча. Спасибо. Хороший игрок. Очень тяжелый игрок. Существенный противник. Они хорошо защитили. И сегодня мы, как бы, мы не получили цену для победы. И сегодня мы просто надеялись, что хорошие вещи случаются. Но в этом Лиге, в этом уровне, против команды как Динамо, это не достаточно. И поэтому, Так что я не повернулся. В данный момент у нас очень тяжелые моменты. Мы противно очень хорошо, но это очень тяжело. Я думаю, что мы не можем забить. И сейчас это такой проблемный момент. У нас пока не получается забивать. И я думаю, что эти обстоятельства как раз-таки сыграли важную роль. Здравствуйте. Замар Шелуков, Медиакорсет. Соловат не может забить больше 100 минут. И это в третий раз за сезон подобное. В чем конкретно проблема с атакой? Я не знаю. Мы работаем с этим. Я думаю, как я сказал, мы сейчас не покупаем цену. Это значит, что это значит, что это значит, что это значит. Мы нужно больше. Мы нужно больше. Мы должны дать дирекции, шутки, пакет, в течение момента, чтобы они не смогли. Мы не можем для тех, хороших, хороших пассейнеров и хороших пассейнеров. Мы должны вернуться к основам и начать работать Может быть сейчас самое лучшее для нас забить такой грязный, скажем, гол, который помог бы психологически Потому что мы стараемся играть очень красиво, ищем какие-то такие хорошие моменты А нам лишь нужно, может быть, упростить нашу игру, вернуться, так скажем, к базовой игре То есть искать отскоки, пытаться сыграть на добивании, экранировать калкипера Да, у нас сейчас такой сложный период с забиванием голов, вы правильно отметили Но все, что нам остается, это работать Почему убрали Кугрышева и звена Кадейкина, поставили к Воробьеву? Не было ли желания в конце тройку снова соединить? И будет еще после него? Я не думаю, как Петр Хогрияков и Кадейкин Шарков играют вместе И я думаю, что Миса Воробьева и Кугрышев, есть связи между этими ребятами Это причина И... 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 Ну, мне лично понравилось, как сегодня взаимодействовали Кугрышев с Воробьевым И то, как взаимодействовали, как Ряков Жарков и Кадейкин Так что, игрой этих линий мы удовлетворены А Лалекин сегодня не играл, получит ли шанс с Магниткой? Спасибо Я не знаю Может быть... Мы должны дать ему мою стаметку И... Что-то мы должны найти, чтобы мы сможем победить Игровое время Ну, вполне возможно, он получит игровое время Но самое главное сейчас, как раз-таки, найти путь к воротам соперника И забивать голы и начать Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ Томми, сегодня у соперника было три опасных выхода, когда Салават играл в большинстве Почему так вышло, с чем вы это связываете? Да, я согласен Мы играли с... Тупик риски И... 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 В то же время, когда мы хотим победить Как в этой ситуации, сейчас мы действительно хотим победить Но мы все равно должны помнить балансы между противником и противником Сегодня мы не имели этого Поэтому... Это большая часть, которую мы должны принимать в следующий раз Да, с вами согласен, что Сегодня мы играли слишком рискованно, поэтому допускали такие моменты соперника И нам как раз-таки нужно не забывать о том самом балансе Когда ты играешь, например, в большинстве Ты должен помнить о защите собственных ворот Поэтому... Это то, над чем нам стоит тоже поработать Томми, мы сегодня увидели Метцел в роли бэкапа, но сыграл Тарасов Готов ли сейчас Юха? Hopefully... 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 He can... He can play next game Надеюсь... Если все хорошо пойдет, то в следующем матче сыграет Метцел Потому что мы ему решили дать немножко побольше отдыха После болезни Он уже вчера провел командную тренировку Вместе на льду Но это было легкое решение сегодня поставить на матч Тарасов Потому что Даниил хорошую игру показывает И поэтому здесь, в принципе, не было никаких проблем Денис Таипов Горобзору Томми, вы довольны экспериментами, которые постоянно делаете звенья? Кажется, что у команды вообще нет сыгранности, за исключением первого звена Да, я счастлив. Всего сезон, как в первой линии, как они работают Как в Кадейкин 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 Кокрисев Кокрисев Кадейкин 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 Хочу интересно Денис Таипов Денис Таипов Хорошо себя провели, например, Воробьев, что касается четвертого звена, то мы, конечно, ждем от них больше энергии, больших силовых приемов, вот это стоит отметить. Немного непонятно, почему ждете от четвертого звена побольше энергии? Три последних матча, одна заброшенная шайба в основное время, у вас точно в первых трех звенях все нормально? Они вроде за атаку отвечают. Спасибо. Конечно, нет, но это не всегда первая решение, чтобы вы поменяли линии. Это, я думаю, всегда ситуация. Если у вас есть какие-то проблемы, то нужно работать, нужно найти решение. Если вы просто хотите идти легко и поменять игроков, то вы не решите эти проблемы. У нас вопросов больше нет. Thank you, Tommy. Good luck. Спасибо большое. До свидания. С нами на связи вратарь хоккейного клуба «Динамо Москва» Александр Еременко. Александр, нас слышно? Да, добрый вечер. Здравствуйте еще раз. У вас победы и комментарии по матчу, пожалуйста, для начала. Спасибо большое. Но, конечно, каждая победа, она драгоценная, тем более в моем возрасте каждая победа, как последняя. Здорово, что выиграли в первую очередь, тем более практически на родном мне льду. Спасибо огромное ребятам, которые помогали в трудную минуту. Это наша общая победа. Владимир Бакулин, КХЛ, Александр, ну мы всегда рады видеть вас в Уфе. Какие эмоции от матча на ноль, тем более против Салават? Ну, ой, вообще матч на ноль сейчас самый тяжелый для меня. Ну, самое главное, что мы выиграли. А тем более в Уфе вдвойне приятнее, приятно играть на этом стадионе с такой колоссальной поддержкой, с такими болельщиками. Очень приятно. Спасибо им огромное, что меня тоже помнят еще. Это вдвойне приятнее. Александр, но «Динамо» вот на днях усилилась Эмилем Гариповым, да? Конкуренция среди вас, вратарей, возрастает. Как вы к ней относитесь сейчас? Вы знаете, я всю жизнь люблю конкуренцию. Здоровую, хорошую конкуренцию. Ты растешь при таком, скажем так, когда идет работа именно в вратарей. Ну, грубо говоря, что мы постоянно варимся в одном котле и мы работаем. То есть это здорово. Мы все равно находимся в одной команде и делаем одно дело. Это здорово. Я всегда любил и люблю. То есть, ну, мне нравится, скажем так. Денис Сейфов, Горобзору. Александр, ну, сегодня против вас играл Даниил Тарасов, сын вашего бывшего партнера по команде Вадима Тарасова. Как оцените его игру и в целом, насколько этот человек талантлив? Потому что нам, со стороны, кажется, что очень талантливый. Ой, вы знаете, да, мне очень... Я слежу за этим вратарем. Мне очень вам понравилась техника. При таких габаритах он здорово складывается, здорово двигается. Вадим молодец, вырастил хорошего сына, прежде всего, и вратаря. Я думаю, что в дальнейшем у него все получится. Тем более, отец такой прославленный. Он ему не даст, я думаю, что просто так, ну, не выйти на высший уровень. Огромное спасибо, Александр. А, есть еще вопросы сейчас? Александр, можно еще один вопрос? Сегодня, да, очень много моментов было у звена Майнинина, у Салавата. Вот лично вы разбирали звено вот это по косточкам, скажем так? Ну, в предыдущей игре, которая была дома, я, в принципе, проанализировал кое-какие моменты, но мы и перед игрой мы разобрали с командой, вот, понимали, что ждать от этого звена, но все равно оно, конечно, такое непредсказуемо, то есть концентрация была на 200%. Спасибо огромное. Спасибо вам. Саша, ну, вот в Динамо было ты, а я сейчас еще слышал, Гарипов. Вот насколько тебе сложнее подводить себя к матчу, когда ты даже не знаешь, когда играешь в следующий раз, может быть, две недели, не играешь в три. Вот насколько это сложно психологически подводить себя к матчу? Ну, я, наверное, нахожусь в таком хорошем возрасте, когда я готовлюсь к каждому матчу. То есть, ну, я не смотрю, буду я играть, не буду играть, я выхожу и работаю от начала до конца. Я себя готовлю каждый день, несмотря на то, что, там, опять-таки же, повторюсь, буду я или не буду играть. Для меня каждая игра, я еще раз повторюсь, она как последняя. Огромное спасибо, Александр. Еще раз с победой, сухарем вас и удачи. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Филипп Ларсон, защитник отельного клуба. Слава Тью-Лайф к нам присоединяется. Филипп, для начала итоги матча, пожалуйста. Brief comment after the game. Я не знаю, я думаю, что у нас были шансы сегодня, но мы не смогли поставить паку в нитку. Так что, у нас есть игра в несколько дней, так что, я надеюсь, мы сможем найти паку в нитку. Так что, у нас были шансы сегодня того, чтобы шайб в ворота забросить, но, к сожалению, мы не смогли ими воспользоваться, как и в прошлой игре, которую совсем недавно провели в Ельцинке. Согласны ли вы, что Салавату нужно попроще играть в нападение? Вот только что на пресс-конференции Ламса говорил, что нужен один грязный гол. Разделяете ли вы подобное мнение? Спасибо. Да, я думаю, как я сказал ранее, я думаю, что у нас были шансы сегодня, но мы просто не смогли выполнить шансы, которые у нас были, но если мы создали шансы, то мы победим больше игроков, чем мы победим. Ну, я думаю, что повторюсь, во-первых, сегодня шансы у нас были того, чтобы забить. Я думаю, что если мы продолжим в том же духе действия, если мы продолжим свои шансы создавать, мы обязательно будем забрасывать шайбы и выигрывать матч. Владимир Бакуленко, Хэл, Филипп, две шайбы Салават забил за последние три игры. В чем причина? Почему так резко снизилась результативность? Я не вижу большого проблемы. Это... Это очень долго и регулярная сезон. Мы сейчас получили много голова. И, конечно, в последние два года мы бы хотели бы получать больше и получать пункты, но это не может идти. Я думаю, что мы не можем поднимать нам в большую шансу сейчас. Мы просто должны продолжить и верить в то, что мы делаем. Я думаю, что надо продолжать в этой ситуации. Просто верить и работать. В первую очередь. Потому что, да, бывают такие в сезоне спады, после того, как бывают хорошие матчи, до этого мы забили достаточно много голов. Так что в этом я проблемы не вижу. Я считаю, что, в принципе, все у нас на нападе нормально. Но бывают такие периоды в длинном регулярном чемпиатике, когда не получается как раз-таки свои шансы использовать. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Всегда принято считать, что первые из новых Салават это такие творческие люди, которые играют в красивый хоккей. На ваш взгляд, вот у вашего звена не настал такой творческий кризис? Нет, я думаю, что нет. Думаю, что нет. Нет. Вопросы у нас все, закончились. Спасибо, Филипп. Спасибо большое. Спасибо. Защитник хоккейного клуба Салават Рулаев. Михаил Науменков к нам подключается. Нас слышно, Михаил? Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Для начала, если можно, оцените матч с Динамо. Что тут оценить? Проиграли. В принципе, 0-1 проигрывали. Бояли все шансы отыграться и повести в счете. Но пропустили ненужные голы в третьем периоде. Счет на табло. Михаил, ну, добрый день. Добрый вечер. Денис Тейфу Горобзору. Михаил, оцените вообще то, как вы вливаете состав Салават Рулаева. Тут сыграли первую игру на ноль, потом вторую пропустили, сейчас третья. Вот такая не совсем удачная для всей команды. Как вливаюсь, в принципе, мне помогают ребята. Все очень хорошо. Тренерский персонал тоже подсказывает, что надо делать в каких-то моментах. По поводу первой игры, да, на ноль сыграли, в конце забили, победа есть победа. Сегодня проиграли, что-то не получилось, но будем завтра разбираться, нам завтра все покажут, расскажут. И готовимся к следующей игре не унываем. Михаил, немного ироничный вопрос. Вы сыграли два матча за Салават Рулаев, и в основное время команда не забросила ни одной шайбы. И я процитирую прислужбу Салават Рулаева. Насколько вам тяжело перестраиваться после прагматичных схем в ЦСКА в атакующий хоккей Салават? Спасибо. Насколько тяжело? Ну, в принципе, когда тебе... Перед тобой, как можно сказать, говорят, как тебе играть, и тебе легче играть. Ты знаешь, что тебе надо делать. И поэтому, в принципе, несложно. Нет какого-то там ступора. Все ребята игровые, все мастера. Сложного я не скажу, что у них что-то есть. Все хорошо. Добрый вечер. Азаман Шалуков, Медиакорсеть. Можете приблизительно сравнить систему игры ЦСКА в защите и Салават в защите? Где агрессивнее, где, может быть, катание больше? Двух слов. Ну, я, конечно, не все могу рассказать, особенно здесь вам. Но система, конечно, отличается. Но не сказал бы, что кардинально сильно. Например, сегодня задание было более агрессивно, накатываться, везде ногами добавлять. В принципе, разницы, опять же говорю, никакой не почувствовал конкретно в этом моменте. А игра с шайбой, она немножко по-другому складывается. Но, в принципе, ничего такого, еще раз повторюсь, сложного. Там, чтобы я просто стоял с открытым рутом, ничего нет. То, что в Салавате несколько бывших игроков ЦСКА вам акклиматизацию в коллективе упрощают как-то? Спасибо. Ну, конечно, я знаю этих ребят. Я с ними поиграл много, много игр, большое количество времени поиграл. Я их хорошо знаю, и они мне помогают. Любой вопрос, что в быту, что на площадке. Спасибо им большое. Владимир Бакулин, КХЛ. Михаил, ну, сегодня первую игру провели за Салават именно в Уфе. Прониклись особой атмосферой здесь? Да, я всегда говорил, всегда знал, что здесь особая атмосфера, особые болельщики тоже. Сама арена, она подразумевает такой, такой еще хоккей, чтобы на зрителе все время были в напряжении, была постоянная интрига. Почувствовал. Спасибо. Михаил, вопросов больше нет. Огромное спасибо вам. Удачи. Спасибо большое. Спасибо.